здравствуйте друзья у нас сегодня в студии можно сказать что downtown сан-франциско гости и вот гости зовут дмитрий он работает в компании performance labs это web labs но не только в москве я знаю что в москве у них народ есть но и еще в других городах поэтому мы сегодня с дмитрием поговорим на тему автоматизированного тестирования и в частности вот о карьерных вопросов что дмитрий занимается автоматическим тестированием автоматизации тестирования вот скажите пару слов что вы делаете по работе какие задачи решаете первое самое главное это уменьшение сроков тестирования то есть все что касается проведение тестирования рутинных вещей регрессионное тестирование в первую очередь это эффективно выполнять автоматизирование соответственно мы берем эти тест кейсы смотрим возможность автоматизации эффективность проводим автоматизацию и получаем сокращение времени тестирования получаем возможность направить усилия функциональных тестировщиков на поле глубокой тестирования нового функционала тем самым повышаем эффективность тестирования вот с точки зрения ну как бы людей которые у вас работают вообще много народа этим занимается если не секрет нет это не секрет у нас порядка 20 человек это в москве или где-то московская моя команда а вот я знаю вас там в тимени в это еще люди это не менее уже вски мы планируем развивать автоматизацию вот у нас были попытки но стабильного количества проектов которые можно было перманят выполнять на удаленной основе а у нас нет то есть у нас достаточно много но они имеют прерывистый характер понятно хорошо вот когда вы берете людей и часто происходит найм ну за год вы найдете там на автоматизацию 6-8 человек в год да это задача очень сложная объясню почему автоматизация тестирования это в первую очередь программирование поэтому нашим моим коллегам приходится отвечать достаточно большому списку критериев то есть мало того что разбираться в самом тестировании хотя бы на базовом уровне понимать что такое тестовая модель что такое тест кейс это есть юташка реверсионное тестирование так далее также они должны знать очень весьма и весьма неплохо программирование программирование как парадигму или программирование как допустим два три четыре пять языков программирования вот программирование это скорее что то между то есть безусловно базовые знания по парадигмам программирования какие виды программирования есть какие подходы есть это безусловно я спрашиваю а также человек должен знать хотя бы один язык и зная например я вот должен отвечать по базовым вещам что такое jvm java virtual machine чтобы гарбич коллектор что такое классы методы утечки памяти какие-то базовые вещи которые касаются программирования конкретном языке которые понадобятся умение в котором понадобятся и знания при выполнении проектов я это спрашиваю насколько существенен вот тот язык или другой например вот вы берете человека на постоянную работу вам важно он знает там java или python или там php или нужно вот один вот конкретный язык у нас есть конечно же приоритетные языки какие это java python си шарп и неожиданного насчет си шарпа неожиданно какие-то задачи специальные под это да нет есть просто инструменты которые предоставляют язык программирования си шарп например есть такой инструмент встроенный visual studio code.ui который подключается к профессионал версии visual studio и соответственно предоставляет функционал для автоматизации инвестируя то есть специфика работы да то есть зависимости от того какой инструмент мы применяем на конкретном проекте более эффективно да для автоматизации сирии конкретного приложения мы его и выбираем соответственно необходимая экспертиза в конкретном языке программирования и желательно конечно в конкретном инструменте вот вы ожидаете от человека который знает например джао что случись вот до этого дойдет что он подхватит там php быстро или там си шарп или там любой другой язык который нужен то есть это предполагается или как я безусловно стараюсь растить в людях экспертизу в двух а то и в трех языках программирования почему потому что инструменты разные языки разные вот и я стараюсь людей к проектам готовить то есть есть у нас готовится проект на котором необходимо будет автоматизировать тестирование на пайтоне или на visual basic скрипте да если это старый инструмент типа hp qtp то я стараюсь к нему готовить то есть я даю конкретный инструмент конкретное задание освоить функционал написать несколько тестов по разбираться с синтаксисом языка так как основа программирования везде одинаковые если объектно ориентированный язык то есть всегда есть класс и методы соответственно пора разобраться с синтаксисом языка и что с ним нужно сделать в формах конкретного инструмента а вот выбор инструмента языка финансирования вот взаимоотношения с заказчиком я просто ну в молодые годы там в советские еще я работал в к.б. который таскомберу и там соответственно тоже проект за проектом за проектом этого были телекоммуникационные проекты цкб министерства света и я в то время вот как много раз слышал от людей которые вели проекты уже ведущие инженеры там главные конструктора и они говорили что вот трудно работать с заказчиком потому что он сам не знает чего хочет и как бы часть твоей работы состоит в том чтобы объяснить ему чего ему на самом деле надо так чтобы это можно было сделать реально сделать в сроке сделать нужного качества сделать какая-то такая работа с заказчиком вот у вас это как вот сейчас это сейчас в моей работе безусловно присутствует всегда когда у нас идут выходные встречи к заказчикам и заказчики понимают что у них не хватает времени тестирования тест ковер еще не должен быть выше чем сейчас и понимаешь что им нужна автоматизация тестирования так как у них регрессионная тестирование достаточно большое то есть заказчик компетентный а не то что вот тут там он компетентный до того уровня чтобы понять что ему нужна автоматизация но то как ее имплементировать и какой инструмент использовать для этой эффективнее а вот это становится камнем преткновения который приходится преодолевать то есть мы прихожу я прихожу к заказчику и мы начинаем собственно беседу о том чего они хотят какие проблемы хотят решить я им объясняю какой инструмент скорее всего лучше использовать мы отправляем на их сторону нашего специалиста который либо подтверждает мои ожидания либо опровергает их находя более оптимальный инструмент и соответственно я описываю или корректирую ожидания заказчику от автоматизации что у многих есть весьма ложное впечатление об автоматизации и понимание что автоматизация это панацея которую сделал и она всегда работает и не требует никакой поддержки даже так даже так что вот ее сделали сразу победа вот и из вида у людей пропадает или даже не появляется то что ее нужно актуализировать что тест каверидж необходимо расширять что сопровождать просто сопровождать необходимо что ее нужно актуализировать и тесты зачастую покрывают не все что нужно ветвление делать да то есть мы покрыли каким-то одним образом бизнес-процесс а он идет еще десятью путями и в них заложены ошибки вот то есть нам нужно там масштабирование какое-то проводить знаете я вспоминаю вот слушай это все у нас есть приятель он в 90-е годы вы знаете компанию Mercury Interactive который еще и потом купил они делали вина раз вышел вина рамы и теперь лодрана вот вот это их инструмент это израильская компания но в какой-то момент и перекупил и чки вот этот парень он был прикомандирован из израиля сюда еще не интересное прошло он когда-то работала инспектором рыбнадзора где-то там в дагестане вот но попал в израиль там переучился его значит очень интересной судьбы человек и его работа состояла в том что когда возникали новые потенциальные заказчики он должен был к ним прийти просидеть у них там какое-то время может быть неделю вместе с их сотрудниками запустить с ними какой-то там пробный там пилотный проект чтобы они увидели идет не идет в очень не идет вот и поняли что это годится и так далее такой селс инженер и и и многие компании они приглашали из ну там в то время был меркури была компания segway который делал сил тест два таких мощных тулов и вот они там приглашали из той компании из этой компании смотрели как пошло что чего как идет уже говорят одно а потом надели уперлись и не пошло в общем такая серьезная работа очень но этой области как поступаем первое что мы делаем безусловно этому как я и сказал мы определяем наиболее эффективный инструмент для автоматизации конкретного приложения у нас есть чек-лист по которому пройдясь мы понимаем хорошо достаточно хорошо конкретный инструмент подходит под автоматизацию приложения то есть формализованный процесс такой да безусловно уже давно выстроен формализован сейчас периодически подвергается улучшению и безусловно когда мы говорим автоматизации тестирования чтобы понять как ее эффективно использовать в контексте проектов конкретного заказчика мы обычно делаем пилот на определенное количество тест кейсов автоматизированных 10 20 30 проводим автоматизацию разрабатываем фреймворк автоматизируем эти тест кейсы и запускаем это в продакшн то есть подключаемся к процессу обеспечения качества после чего заказчик понимает что у него вот сейчас смог тест автоматизирован и они понимают что да действительно это работает да действительно приносит пользу они понимают уже что да действительно нужна актуализация потому что система изменяется и некоторые автотесты могут выходить из строя и они понимают что да им необходимо будет инвестиции в автоматизацию но это будет все дешевле чем вручной труд после чего мы делаем более масштабный проект я вспомнил мой первый автоматический тест был написан году в 93-м был такой инструмент назывался он потом назывался visual тест а он назывался microsoft тест 1.0 и там значит так компания была построена что программисты часов до 10 до 11 вечера сидели и правда приходили очень и расходились а где нибудь в районе там полдесятого приходил релиз инженер который так ну пойдет погну там не может не курил там кофейку попьет по трепется там туда-сюда и когда народ расходится они значит они там код сдают кодчик и вот туда и значит и он начинает делать релиз релиз тогда занимал 4 часа чтобы сделать и вот он значит там где-то в 3 часа ночи у него появлялся релиз и он не знал ну как бы получилось или нет то есть были какие-то ошибки компиляции там и вот когда сборка это вся ну и бы часто приходили вот мы с утра приходим там а релиз не работает вот мы делали этот смог там релиз аксепта называли и значит и мне говорят напиши ты ему тест автоматически и чтобы он хоть знал потому что если он не пойдет так у него будет время еще раз делать вот это по-моему был самый эффективный тест который когда-то написал что он действительно там раз через раз у него это все не получалось и все это было ночью и никого рядом нет и в общем действительно эффективно это все очень-очень здорово иметь конечно вот то что вы сейчас пример привели это классические самый эффективный способ использования автоматизации что перед тем как отдавать это в там большой отдел тестирования который стоит состоит из 15-20 иногда 100 человек сборка проверяется на корректность функционирования мишин критиков бизнес-процессов и далее она либо заворачивается с вопросом о том что необходимо пофиксить основные бизнес-процессы а потом передавать отдел тестирования нежели брать вот такую сборку невалидно и через например два дня понимать что а у нас по основным бизнес-процессам это проблемы это конечно во первых дедлайн срывается да мы вообще куча конечно последствий для pipeline разработки а вот с точки зрения человека который работает вот 20 человек я я сейчас вопрос задаю в интересах тех людей сейчас очень много людей новых вовлечено и продолжают вовлекаться в тестирование очень много новичков я просто как будут на этом фронте стою этот интерфейс у меня очень много людей приходит они учатся и вот вопрос автоматизация как развитие я им на самом деле такую мульту рассказывал что вот на джоп маркетинг есть как бы две ниши вот как в английских термах есть командите а есть спешлти командите вот молоко например командите вот и приходишь магазин там и хочешь купить там пакет молока там два процента живности и вот стоит 20 пакетов сколько времени уходит чтобы выбрать один пакет нисколько вот против руку взял и ушел но может быть я по советской привычке еще гляну не течет ли он хотя американец как бы доверять вот и все но если тебе нужен спешлти какой-то товар то ты можешь ждать пока его привезут я как-то покупал диванчик один издание так я четыре месяца ждал пока мне прислали издание ничего страшного только этот товар такой то же самое на на рынок ты когда выходишь если ты такой командите тестер ну просто надо быть грубо говоря в нужное место в нужное время в нужном месте тебя подгребут даже не глядя сейчас по телефону очень часто нанимают в понедельник выходить это массово сейчас причем даже такие серьезные компании могут быть как google как microsoft как apple рекрутеры ведут на им через через лендера все это происходит в понедельник выходишь поэтому но если ты допустим делаешь это серьезно пиростом автоматизацию если он тебе сейчас не возьмешь вот сейчас то непонятно когда ему подвернется человек который в принципе можно взять допустим ты можешь сказать у меня там я могу сейчас начать но у меня через три недели там на неделю в комкун поэтому если вас устраивает если ты комодите тестер тебе говорят нет 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 спасибо а если ты спешил тикат боже мой о чем разговор конечно поезжайте то есть мулька моя состоит в том что если ты начал в профессии какой-то развиваться то твоя задача состоит в том чтобы как можно скорее из этого команде ти перейти в какой-то спешил но выбор спешил те это очень важный выбор потому что ты должен выбрать в чем в каком направлении двигаться и я считал что а там еще автоматизация это такое хорошее направление потому что вот у нас тут например в автоматизации такие деньги платят что программисты часто столько не получают тестер который ну слегка программирующим тестером которые делают серьезно автоматизацию например есть такой раздел как называется болта юзер тестинг когда у тебя много компьютеров одновременно участвуют в этом процессе есть какой-то мастер компьютера есть какие-то слои с компьютеры все это там как-то синхронизируется и так далее при том что не безумно сложно на самом деле но просто мало кто может сделать вот об этом поговорите вот может быть люди которые новички как им рвануть в эту область что нужно делать но если брать мое представление об этой области то я считаю что для того чтобы быть автоматизатором в первую очередь необходимо быть программистом как профессиональным это это дело по крайней мере первое необходимо любить второе иметь соответствующий склад ума то есть вот скриптинг это одно дело программирование это другое дело это вот как кодер который может взять какой-нибудь готовый solution и возможно его как-то там подрихтовать да вот штампуют вот эти сайты визитки какая-то кастомизация что-то под скрипту что-то под правилом php 150 долларов стоит да и вот тебе вот эта штамповка и совершенно другое когда программист который может разработать там high load сервер да или какую-нибудь красивую систему генерации репликации общение но вы не говорите мы не говорим о программисте который там четыре там пять-шесть лет учился в университете чтобы стать программистом почему ну потому что я думаю если он четыре пять-шесть лет учился чтобы стать программистом должен тогда тестировать то будет может он что-то хочет крутое написать так вы же сами сказали что таким автоматизатором пользуются даже больше программист и я склонен согласиться по одной простой причине эти люди в конечном счете если они станут даже программистами них в них будет заложена очень важная вещь как качественный подход программирования сто процентов сто процентов и это как говорится вариваю да особенно в крупных компаниях таких как google которые массово используют там тезера и driven development что для них является best practice и вообще признаком хорошего то давайте мы ребятам объясним которые нас слушают может быть там не все технически тест driven development это когда сначала пишут тест а потом под него пишут код который пройдет этот тест это более трудоемко я считаю что дороже стоит наверное разработка если мы возьмем привычку делать так ну да это все равно будет дольше чем просто написать какой-то код который что-то будет делать но в дальнейшем долгосрочной перспективе особенно больших проектах это будет играть позитивнейшую роль того что при необходимости изменить конкретный кусок года он покрыт уже тестами и при его изменении сразу получаешь негативное срабатывание до тестов чтобы чтобы понять что ты что-то сделал не так и твое изменение не болит но я начал немножко волноваться вот я вас слушаю я думаю чего получается вот я сейчас много тестеров которые ну чем-то в жизни занимались я очень много вижу таких писем человек пишет я закончил институт там по и дальше начинается может быть экономистом или там по гидравлике или по я не знаю по бизнесу и что угодно но по специальности работы нет последние там три года я работаю в продажах работают я не люблю и вот значит я там пошел в тестирование и я ожил и я там себя там ну как то чем я джуниор тестер и я так люблю и каждый день там бегу вот этот человек он у него есть путь в автоматизацию помимо того чтобы вот закончить сначала там университет компьютер-сайенс но условно есть и вот я немножко не договорил кроме того что человек должен быть программистом я считаю что хороший автоматизатор это тот который перед тем как переходить автоматизацию поработает несколько лет в менюл тестинге то есть который будет погружен процесс тестирования в целом лучше будет понимать что эффективнее автоматизировать это безусловный плюс ну скажем лучше ребята из моего направления они выращены как раз из менюл тестеров ну у нас это вот мои студенты у них это в основном так происходит то есть даже если он хочет делать автоматизацию он начинает с чего есть и я им всем говорю что правильнее поработать немножко в ручном тестировании потому что есть ребята которые были программистами когда-то там может быть с перерывом или там брали там классы какие-то по джаве там по другим языкам автоматизацию я вот и не можешь автоматизировать же ты тестирование не знаешь ешь уж уж ты автоматизировать будешь